Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь-24. С главными темами этого утра познакомлю вас я, Глеб Полянский. Начнем. Больше 113 миллионов рублей направили на ремонт Заринской школы номер 3. В Минобразование региона рассказали, что в здании 1979 года постройки заменят системы вентиляции и освещения, отремонтируют кровлю и фасад, а также спортзал, кабинеты, пищеблок и раздевалки. После ремонта для учреждения закупят новую мебель, откроют там спортивные кружки и центр детских инициатив. Как не стать жертвой мошенников? В Наукограде сотрудники полиции посетили центральную районную больницу, чтобы рассказать об этом медработникам, сообщают в пресс-службе Межмуниципального управления МВД России «Бийская». Медработникам рассказали о популярных видах мошенничества и раздали соответствующие памятки. Начальник отделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, Иван Кравчук, поделился статистикой подобных правонарушений. Он напомнил, что жертвой мошенников ежегодно становятся не только пенсионеры, но люди абсолютно разного возраста. Среди самых распространенных схем обмана родственник попал в беду. И звонок якобы от службы безопасности банка. Капитан полиции призвал врачей к бдительности, попросил не доверять незнакомцам, не верить в предложение о моментальном заработке и внимательнее совершать покупки в интернете. А я продолжу. В Барнауле прошла встреча с поэтом и военным корреспондентом Анной Долгоревой. Она выступила в Алтайском государственном институте культуры. В туре Анны Долгоревой, поэта и военного корреспондента, пять городов. Санкт-Петербург, Челябинск, Каменск-Уральский, Екатеринбург и Барнаул. На выступлении в столице Алтайского края – аншлаг. Анна прочла своим зрителям военную лирику. Только в синем небе, большом и светлом, бесконечно далеком от земли и смерти, все летят гуси-лебеди, белоснежные у них крыла. И как раньше песня у них светла, и ложится небесный пух вместо зимних вьюг, укрывает землю искром со мною мою. Анна Долгорева – член Союза писателей Российской Федерации и Луганской Народной Республики. Как военкор, часто бывает на Донбассе и лично общается с нашими воинами. Анна говорит, что поэзия и журналистика – для нее два отдельных процесса. Однако, конечно, они влияют друг на друга. Я езжу постоянно на Донбасс, то есть, я бы сказала, это такой непрекращающийся процесс последних полутора лет. Ну, скорее, я бы сказала, две параллельные, хотя в стихах у меня местами проскальзывает, конечно, такая писательность, свойственная журналисту, документалисту, я бы сказала. Творческую встречу с поэтом организовали студенты Алтайского государственного института культуры. В прошлом году они поставили спектакль «Люди длинной воли», в котором прозвучали стихи Анны. Появилась некая идея, чтобы пригласить, наверное, Анну Долгореву, чтобы она увидела наш спектакль. Это изначальная идея была. Ну, а потом, в процессе разработки этой идеи, получилось пригласить спонсоров. После выступления Анна ответила на вопросы читателей о поэзии и не только. В зрительном зале было много людей, родственники и друзья, которых участвуют в СВО или живут на Донбассе. Они хотели узнать у Анны, как там их родные сейчас. Когда лишний раз, что называется, оттуда человек, это как весточка какая-то. Вот Аня, это для меня вот Аня сейчас, помимо того, что она поэтесса и журналист, это весточка оттуда. Это связь с теми людьми, кто сегодня живет и сражается там. В этом году Анна издала сборник стихов «Красная ягода, черная земля». Осенью у поэта выйдет еще одна книга. Юлия Шламова, Анатолий Фукс, Новости. Общероссийский день библиотек отметили в Ключевском районе. В профессиональный праздник заместитель главы района по социальным вопросам Любовь Зюзина, председатель комитета администрации по культуре и молодежной политике Евгения Руденко и директор многофункционального культурного центра Ксения Осинина поздравили работников библиотек района. Они получили благодарности от министра культуры региона. А у меня все к этому часу. Хорошего дня и не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова